Несколько часов назад на заседании Центральной избирательной комиссии председатель этой 7-й комиссии Лапамфилова фактически признала масштабную фальсификацию во втором туре выборов губернатора Приморского края. Давайте послушаем, как это было. 17 сентября необоснованно, неоправданно мы считаем, службами МЧС по Приморскому краю был ограничен доступ, мягко скажу так, ограничен доступ в территориальную избирательную комиссию Советского района города Владивостока под предлогом задымления обеспечения противопожарной безопасности. Это привело к дезорганизации неразберихи в работе избирательной комиссии. В данном случае сохранность избирательной документации не могла быть обеспечена, так как оставалась в помещении комиссии длительное время без охраны, без контроля со стороны членов комиссии и иных участников избирательного процесса. То есть важнейшие документы остались безхозными. В Советском районе мы устроили какие-то учения, кого-то там все эвакуировались. И это, конечно, беспрецедентная ситуация. Фактически признано, что федеральная структура МЧС причастна к классификации выборов. Панфилова напрямую этого не говорит, но тем не менее это понятно из ее намеков. Получается, что штабом кандидата Единой России Андрея Тарасенко, которого в свое время поддержал президент России Владимир Путин, сейчас руководит бывший глава МЧС Владимир Пучков. И именно после появления сотрудников МЧС, это интересно, в избирательной комиссии результаты кандидата от Единой России выросли на 24 тысячи голосов. И в электронной системе он выиграл эти выборы. Но так как центральная избирательная комиссия отменить результаты выборов не может, тем не менее она настоятельно порекомендовала отменить результаты выборов. Более того, уже в это воскресенье вторые туры выборов губернатора пройдут еще нескольких регионов. И вот в том числе в соседней Хакасии, как заявила Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия-1», такое решение ЦИК по Приморью – это предупреждение для всех других регионов. Причем предупреждала глава ЦИК очень эмоционально и со слезами на глазах. В такой ситуации, когда очень маленький разрыв между двумя кандидатами, невозможно посчитать, даже если бы мы пересчитали все остальные участки, невозможно адекватно подвести итоги, результаты. Это серьезное основание, это нарушение конституционных прав граждан. Поэтому у нас были основания рекомендовать Приморской избирательной комиссии выборы отменить. Почему это важно сейчас именно? Потому что у нас в следующие выходные грядущие в трех регионах будут выборы проходить. И мы сейчас видим, что со стороны разных участников тоже идут определенные попытки обновления с той или иной стороны на нашей комиссии. Это такая мера профилактическая. Я еще раз хочу сказать, мы никому не позволим перечеркнуть усилия огромного количества порядочных профессиональных людей, перечеркнуть всю нашу работу. Поэтому будем беспощадно отменять выборы. Не дай бог, если такое случится в Хакасии, в Хабаровском крае или в Владимирской области, если, не дай бог, кто-то попытается, спрятавшись за юбки, трусливые, мерзавцы, которые пытаются организовать групповые вот эти партификации, а сами прячутся потом, давят на этих женщин, учительниц в комиссиях и уходят от ответственности. Что касается реакции на эту рекомендацию, удивительно, но оба кандидата, и Тарасенко от Единой России и Ищенко от КПРФ, с таким решением не согласны. Тарасенко вообще заявил, что принимать участие в перевыборах не будет, но позже изменил решение. Ищенко тоже оказался против, и у него на это свои причины. Давайте послушаем. Если это произойдет, то нужно отменять все выборы в стране за последние 26 лет с момента падения моей родины, Советский Союз. Весь институт выборности власти, демократический, можно перечеркнуть и выкинуть в мусорку. Элла Панфилова, вы проиграли. При этом ЦИК признала фальсификацию, но не признала победу оппозиционного кандидата, хотя, по сути, коммунист Ищенко набрал больше голосов. Но это значит, что придется признавать, что впервые проиграл кандидат, которого поддерживает Владимир Путин. И вот как эту историю комментируют политологи. В всех участках есть копии протоколов, то есть есть первоначальные данные и, очевидно, потом подпасовка, да, как бы до этого протокола были переписаны. То есть, в принципе, можно было просто-напросто признать первоначальные протоколы, и на этом, на этом, как бы, все было закончено, и они вполне себе позволяют определить победителя. Поэтому отмена полностью результатов, это, конечно, решение политическое. Ну, такой компромиссный вариант отмена выборов тоже, в общем-то, событие неординарное для нашей страны в новейшей истории. Красенко согласен, насколько я понимаю, но непонятна позиция пока КПРФ, потому что Ищенко-то убежден, что он выиграл. То есть, выборы должны признать действительными, и его победу должны признать по-хорошему, как должно было бы быть. А я добавлю, что такого уровня скандала в нашем крае произошел единожды. Это было в 2002 году на выборах губернатора. Тогда за кресло губернатора соревновались УЗ и Хлопонин. К Рейсберком тогда из-за многочисленных нарушений был вынужден результаты выборов отменить. Тем не менее, тогда президент был вынужден указом назначить губернатором Хлопонина. Ну и новые выборы состоятся в Приморье через три месяца, и пока исполняющим обязанности губернатора будет там тот, кто фактически эти выборы проиграл. Продолжение следует...